20 минут о красивой жизни, заметных событиях и симпатичных людях. Это Бьюти Тайм на 31. Всем здравствуйте. Стильно, изысканно, роскошно и познавательно. Бьюти-коктейль в имидж-студии – событие красивое во всех отношениях. Это возможность приятно провести время в преддверии главного праздника года. Все живое притягивает живое. Вот эта атмосферность, она притягивается. Это же феромоны общения, счастье. Я думаю, что такие мероприятия надо проводить, обязательно делать и встречаться. Подготовка, она же интереснее, чем само празднование, поэтому мы вот всей командой имидж-студии полюбили такие вечера. Вот это такая суета, когда ты заедешь в одно место, в другое, в любимое ателье или в любимый салон. И клиенты, на самом деле, мы очень ценим эти моменты, когда мы проводим его вместе. Суета всегда предновогодняя, особенно приятная, когда какие-то открытия, праздники у твоих близких друзей, у твоих партнеров, коллег. Ну, Лена Николаевна, просто Лена, это у нас вообще, я считаю, что богиня красоты, искусства. Поэтому, когда что-то здесь происходит, конечно, приятного ее поздравить, поддержать. Елена Иванова нас приучила пользоваться всем самым лучшим. И нам доставляют удовольствие пользоваться самыми блестящими, самыми роскошными подарками и бывать в самых замечательных местах, встречаться с нашими дорогими друзьями. Особенностью этой встречи стала возможность познакомиться не только с бьюти-новинками сезона, но и с селективными ароматами. Некоторые из них впервые представлены в Челябинске. Дело в том, что мы с Леной достаточно давно знакомы, и эта идея общая возникла. Эту роскошь, все эти ароматы сочетать с красотой, которую дает Лена. Новый год – это, пожалуй, единственный праздник с большим количеством пре-пати и авто-пати. И программа «Минимум» на этот волшебный период – получить максимум удовольствия от общения с близкими, родными и просто давними знакомыми, приятными людьми. Условия жизни в большом городе – это постоянный стресс и бесконечное напряжение. Именно поэтому в наши дни так популярны СПА-программы, которые позволяют восстановить силы за несколько часов и зарядиться энергией на длительный период. Популярны СПА-центры настолько, что постоянно расширяют спектр своих услуг. Так, на открытии третьего этажа Бута-СПА побывала съемочная группа «Бьюти Тайм». Вместо расслабляющей музыки – диджейский сет. И жарко здесь не от хамама, а от горячих танцев. Это неожиданное исключение в привычном графике работы СПА-комплекса Бута-СПА связано с открытием нового направления – СПА-салона с индивидуальными программами релаксации и восстановления сил. На вечеринке по случаю открытия собрались постоянные гости и друзья Бута-СПА. Мы очень долго с мужем ждали, когда появится общая зона. И теперь мы, наверное, будем одни из первых, кто посетит ее. Забываешь о каких-то своих заботах, о проблемах. Ты отключаешься – все, у тебя мозг отдыхает. И вот я говорю, вышла, и крылья выросли. Просто легкость и ощущение было замечательное. Любая инвестиция в себя – это очень важно и очень нужно. До недавнего времени я как-то в этом сомневалась, но потом, когда попробовала реально на себе, что если я хотя бы раз в две недели хожу в СПА-салон, то мое, во-первых, настроение, мироощущение, оно меняется, ну, кардинально, я бы так сказала. Все мы напрягаемся, у нас всегда бывает, ну, агрессия. И чтобы все это спустить, это же, конечно же, хамам, потом бассейн, сауна или массаж. Это очень все, потому что круто. Хочется восполняться энергетически, да, и релаксировать тоже в движении. Поэтому СПА-салон – это, ну, я думаю, самое лучшее решение. СПА-салон «Бута-спа» предлагает в камерной обстановке одному или вместе с близким человеком пройти уникальные СПА-ритуалы со всего мира. СПА-ритуал «Чудо Арктики» от СПА-бренда «Тальго». Это французский СПА-бренд. Особенность этого ритуала в том, что сочетаются холод и тепло, различные текстуры и запахи. И человек переносится, просто проходит путешествие во время ритуала. Италия, Франция, Индия, Япония, Таиланд – в каждой культуре есть свои секреты красоты и молодости, которые бережно воплощены в услугах СПА-салона. Арома ванны и гидромассаж, восточный хаман, пилинги и обертывания, аутентичная косметика и лучшие СПА-бренды. Здесь есть все, чтобы совершать СПА-путешествия и ухаживать за собой. Для комфорта гостей СПА-салон «Бута-спа» предлагает также и парикмахерские услуги. Можно сделать уход за волосами, укладку или стрижку, а в лаунч-зоне насладиться чашечкой чая или ароматным кофе. В ритме жизни большого города важно вовремя сделать паузу и восстановить внутренний баланс, ведь правильное расслабление влияет на самочувствие организма в целом и обеспечивает заряд положительных эмоций. Модные коллекции от европейских дизайнеров. Польская одежда на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит 223-4363. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», 2 этаж. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска на Кирово 159. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Фразы из его книг моментально становятся крылатыми, впечатляют его острый ум и способность доносить простыми словами причины сложных ситуаций. «Как полюбить себя и укрепить самооценку» – тема Челябинской лекции Михаила Лобковского. Это даже не лекция, это публичная консультация. Построена следующим образом. Конечно, я расскажу о той теме, которая сегодня будет. Но самое главное, в зале очень много людей, там 600 или 700 человек. Из них вопросы же могут задать, ну, от 20 до 50 человек, там есть микрофон и записка. Но так как все пришли на одну и ту же тему, то те, кто не смог задать вопрос, они в любом случае, как правило, получают ответ за счет тех, кто задает такой же вопрос, какой есть и у них, так как все пришли по одному и тому же поводу. И это самый интересный жанр, потому что просто два часа слушать, когда человек в одно лицо разговаривает, это тяжело лектору и службу. А когда вы задаете вопросы, то другие получают ответы, потому что у них такой же вопрос, как и у вас. Главное занятие – это все-таки публичные консультации. Так как я стал выздоравливать, первое, чем я столкнулся, мне стало не очень интересно вообще работать психологом. Чтобы работать психологом, надо иметь все-таки проблемы в своей собственной инотехе, это неинтересно. Вы здесь захотите слушать «Чужое горе» за деньги? Или я что-то не знаю? Это то, о чем вы мечтали, нет? Ну вот, и никто об этом не мечтает. Поэтому я очень мало работаю индивидуально. Я просто, чтобы поддерживать какой-то уровень профессиональный, так как я уже почти 40 лет работаю психологом, я редко, но веду приемы. В основном, конечно, я занимаюсь поездками, и блогами, и Инстаграмом, и Фейсбуком, и Ютубом. Сейчас Ютуб будет еще больше и так далее. Вот уже несколько лет компания «Доброта Продакшн» знакомит наш город с удивительными и яркими известными личностями. Чаще всего эти мероприятия приобретают светский характер. Но эта встреча стала особенной. Михаил нам рассказал, что его книга «Хочу и буду» сейчас самая продаваемая в России. Мы считаем, что это тоже некая связь с нашим литературным квартирником. Конечно, это не светское мероприятие, и поэтому сюда приходит целевая аудитория. Мне очень понравился его подход. Не то, что он неординарный, он может быть и обычный, но он обычными простыми словами говорит об очень важных вещах. Я жду позитива, новогоднего настроения, каких-то новых идей для себя и открытий. Не так, что было жду воодушевление, но это же всегда интересно, что-то там о себе новое узнать, подчеркнуть. И вообще думаю, что вечер будет очень интересный сегодняшний. И вообще все, что касается саморазвития, полезно, увлекательно. Мне нравится его простота, прямота. Вот то, что люди в нашей жизни очень много зациклены не на том, о чем вот нужно вообще думать. Нужно в первую очередь, ну правильно он говорит, полюби себя, и то есть весь мир будет любить вас. Сегодня модно быть психологом, а потому в наши дни достаточно желающих кого-нибудь проконсультировать и что-нибудь посоветовать. Да и люди с проблемами далеко не всегда в курсе, что это за специалист и чем подтверждена его квалификация. Это плохо, и это связано с отсутствием лицензирования психолога. Потому что это не лицензированная деятельность. Вот врач-психиатр, это лицензированная деятельность. Каждый второй себя психиатром никак назвать не может. А психолог может. Значит, с другой стороны, это гуманитарная специальность. Ну такая же, как, например, я даже не знаю, с чем сравнить. Человек, который занимается дефектологией, предположим, в детстве, да. Я считаю, что это проблема пациентов. Они должны попросить диплом, показать. И дообразование должно быть классическое, традиционное. Не курсы, ворошиловский стрелок трехмесячный, включая там очень много специальностей, кроме психолога. А нормальное психологическое образование. Обычно психологам готовят чистый психологический факультет или педагогический институт, психфакт педагогического университета. Человек должен отучиться свои там пять лет, сейчас, по-моему, даже шесть уже, и иметь специализацию в психологии. А остальные могут делать, что хотят, объявляя себя кем угодно. Они, на самом деле, не психологи. Есть такая размытая специальность, как коуч. Он же тренер. Это не требует психологического образования. Вот 90% тех людей, о которых вы говорите, это все-таки в самом тренере. Вопросов на этой публичной консультации было столько, что ответов на всех не хватило. Но мы уверены, что каждый для себя из этой лекции получил то, за чем пришел. Инновационные методы эстетической медицины позволяют оставаться молодым, здоровым, ухоженным и подтянутым, без лишней боли, травматизации и длительного реабилитационного периода. Как это работает в конкретном случае, смотрите прямо сейчас. Лазер – явление многофункциональное. В каких только областях его сегодня не применяют. Лазер в косметологии – это устранение новообразований, борьба с пигментацией, куперозом и, конечно же, комплексное омоложение, рассказывает врач-косметолог Екатерина Александровна Козель. С возрастом у нас снижается выработка коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, снижается активность фибробластов. Для того, чтобы активизировать эти процессы, мы используем лазер. Сейчас мы зададим необходимые параметры для процедуры. Они выбираются исходя из фототипа кожи и из чувствительности кожи пациента. Выбрали несколько видов насадок и будем воздействовать на определенные слои кожи. Сейчас я выбрала насадку, которая будет воздействовать на глубокие морщинки. Этот аппарат не вызывает нагрева тканей близлежащих. То есть сначала мы прорабатываем глубокие слои, потом чуть поверхностнее и последнее уже самое поверхностное, чтобы исключить ненужный нагрев тканей. Если мы пойдем с обратной стороны, то у нас энергия будет копиться в поверхностных слоях. Если стоит задача убрать пигментацию или паутину мелких морщин, тогда будут применяться насадки, которые эффективно прорабатывают именно поверхностные слои кожи. В нашем же случае вариант глубокого омоложения. Лазер воздействует на ваши глубокие слои и стимулирует выработку компонентов молодости. Он стимулирует активность фибробластов и выработку коллагена, эластина, а также гиалуроновой кислоты. Необходимое количество процедур от 4 до 6 с интервалом 1 раз в 3-4 недели. Вы сможете спокойно после процедуры вернуться к обычному режиму жизни, к обычной вашей работе. За те годы, что лазерные методики применяются в медицине, сменилось несколько поколений аппаратов. И каждая новая модель обеспечивает еще большую эффективность при малой травматизации. Клиника профессора Алехина. Лечение варикоза без госпитализации, а также инновационные косметологические методики. Безоперационная подтяжка, безинъекционная мезотерапия, лазерное омоложение, лечение купероза и угревой болезни. Клиника профессора Алехина. Высокие технологии, многолетний опыт, красота, здоровье и новое качество жизни. Узнайте больше по телефону 200 ровно 23 23. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений. Предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит 223-4363. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «Ноу Коммент» в завершении выпуска. И вот он, далкостатный, любимый, новый «Аудио Ко-8». Она стильная, надежная, комфортная, спортивная, элегантная, инновационная. Все лучшие черты женщины. Ух, эти глаза, ух, эти фары «Матриэкс». И всю ту мощь, спортивность, харизму, характер мужчин. И все в этой машине. И все в этой машине. И все в этой машине. Все выпуски «Бьюти Тайм», новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм», нижнее подчеркивание «ТВ». А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда «Бьюти Тайм ТВ» благодарит партнеров проекта «Модный дом. Я», студию макияжа «Френды» и медстудию Елены Ивановой. «Бьюти Тайм ТВ»! Продолжение следует...